Микс Ньюс Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное, это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Ну, наверное, по поводу ночи мы немножечко погорячились Но самый разгар дня и программа «Встретились, поговорили» В студии Олег Пека Здравствуйте, уважаемые слушатели И буквально, можно сказать, проездом в нашем городе на несколько часов Нам удалось очень интересного гостя пригласить в нашу студию Виктор Леонидов Я даже не знаю, что поставить в начале Историк, архивист, сотрудник Центра Солженицына Барт, исполнитель собственных песен, поэт, музыкант Вот Виктор Леонидов в нашей студии Добрый день Здравствуйте Ну и, да, наверное, может быть несколько слов о концерте Но все-таки мы передадим привет Даугав Пилсу, где будет состояться это выступление Я приехал, да, с очень приятной миссией из Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Такой, знаете, сверкающий центр на Таганской площади Прямо напротив театра, где играл наш гениальный поэт Владимир Высоцкий Вот, большой центр, который изучает историю как русской эмиграции Так и вообще культуры и бытования людей русских И которые считают себя русскими по всему земному шару за пределами России И я сейчас вот после этой передачи мы бежим на вокзал и еду в Даугав Пилс Где с огромным удовольствием приму участие в честованиях Посвященных юбилею Центра Русской Культуры Даугав Пилсе И они мне сказали, что гитара меня ждет Больше ничего не знаю Но тем не менее я с огромным удовольствием выступлю Потому что, конечно, Даугав Пилс, бывший Двинск Это место, где любят русскую поэзию, русскую музыку, русскую культуру Мне есть что рассказать Я буду петь Высоцкого, я буду петь свои песни Я буду рассказывать о работе с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым О работе с Никитой Сергеевичем Михалковым О деятельности по поиску поэтов, художников, ученых русских по происхождению Которые, ну, в общем, которые по тем или иным причинам либо были, либо оказались за границей Я понимаю, что это огромный целый пласт культуры, который до сих пор практически был неизвестен Поскольку понятно, что поэты-эмигранты, они, ну, в советское время их вообще даже имена были вычеркнуты из русской истории И кто, может быть, из самых таких имен громких, известных, знаменитых был возвращен Ну, в том числе усилиями историков, которые отправлялись искать архею Ну, я бы хотел, прежде всего, конечно, вспомнить поэта, которого, ну, не сочтите за какое-то хостовство К возвращению наследия которого в отечественную культуру Я имел самое прямое отношение Я имею в виду казачьего поэта Николая Туроверова Умершего в Париже в 1972 году Его часто называли казачьим Есениным Я только напомню одно его очень короткое стихотворение Уходили мы из Крыма среди дыма и огня Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня А он плыл изнемогая за высокую кормой Все не веря, все не зная, что прощается со мной Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда Правда, какие гениальные стихи Многие, наверное, сразу вспомнили фильм Служили два товарища и героя, которого играл Высоцкий Ему там обкарнали роль, но все равно В общем, он показал свой могучий темперамент Но это действительно была история Уходил в Донской корпус, уходил из Крыма И кони плыли за кораблями И казаки стреляли в них, стрелялись сами Вот только один пример этого поэта Я очень советую вам, в интернете сейчас все есть Ткните, Николай Туроверов Ну и кроме того, это стихи Игорь Матвиенко написал музыку Расторгуев записал вместе с Никитой Сергеевичем Михалковым Михалков просто вот я благодаря во многом ему Продолжил свои исследования, конечно Потому что, когда я прочел эти стихи Он просто сказал, вот, сколько тебе надо Давай, езжай во Францию, переснимай архив Потом здесь издадим книгу То есть он очень ему увлекся И мне, конечно, повезло, что вот этот поэт вернулся Только один небольшой пример Ну и, кстати, о сотрудничестве Ну, о работе в Фонде культуры Где и сотрудничестве с Никитой Михалковым Ведь к одному из его документальных фильмов Как раз и звучат песни Да, это я написал несколько песен К большому циклу, который сделал он И вице-президент Фонда культуры Елена Николаевна Чевчевадзе Вот, это огромный цикл, который назывался «Русские без России» Сначала он назывался Никита Михалков «Русский выбор» Вот большой документальный пласт В течение 10 лет снимались фильмы «Русские в Чехии», «Русские в Праге» Там потомки Юденича, потомки Деникина «Русские в Аргентине», «Казаки», «Моряки» И так далее, и так далее И к нему я написал песню И одна из них называется «Сон» И, по-моему, даже у нас есть возможность ее послушать Один и тот же снится сон Он унесет меня без виз Парижский пригород Медон Белгород и Северный Тунис И в этом странном светлом сне Чужую вижу я зарю И тени храмов в Харбине И троицу на Рю-Дарю Туда не взять в агентстве ту И лишь во сне попасть дано Ни в стройболоне Биенку Перед заводами Рено Я там услышу разговор Пардон, Моншер, Жепарли Рюс И я аккордом ля минор Нащупать пробую тот пульс Но как поймать, как уловить И как мне заглянуть в глаза Им все сумевшим пережить Но не вернувшимся назад И ни в Москве, ни на Дону Лишь с верой в звон колокол Они несли свою страну Среди чужих полей и слов Один и тот же снится сон Он унесет меня без виз В парижский пригород Медон Белгород и северный Тунис Я еще раз напомню, что Виктор Леонидов Сегодня в нашей студии Ну, я думаю, что мы не будем делать Это секрет по Лишанели Что мы знакомы со студенческих времен И многие песни еще звучали в общежитии Может быть, это объяснит, почему мы просто будем На «ты» в эфире То есть, наверное, это будет немножко естественнее Я же прекрасно представляю себе людей Которые родились уже за рубежом Самое ценное – это их память Скажем, о их предках И вдруг приезжает человек Вот, значит, из, ну, Савдепи То есть, для них это все равно Ведь для многих это что-то И вот просят отдать документы А вдруг это операция, я не знаю Каких-то спецслужб, чтобы выкрасть Как удается, вот, разговаривая С, ну, вот, потомками эмигрантов Некоторыми, ну, еще эмигрантами Если 90-е годы, наверняка, это удавалось Какими они были? Какие аргументы приходилось использовать Чтобы они расстались с этими сокровищами? Да, ну, во-первых, как бы Репутация есть репутация Да, я все-таки создал В доме Марины Цветаевой На Борисоглебском переулке в Москве Дом, где вот великая поэтесса Жила 10 лет До своего отъезда в Берлин В 21-м году Вот, и там была первая библиотека Русского зарубежья И там был совершенно свободный вход Без всяких записей, без всего И более того, нарушая часто инструкции Отдавал для копирования какие-то книги Там, еще там И со всего мира туда слали книги Присылали книги И она все набивалась, значит, литературой И многие эмигранты смотрели это на чудо И знали, что есть какой-то Витя, который вот Ничего не украдет, а он, значит, наоборот Потом, все-таки, ну, фонд культуры Где был Дмитрий Сергеевич Лихачев Потом Никита Сергеевич Михалков И просто люди Я очень много знал людей Туда приходило много Я, предположим, Эльдару Санчу Рязанову Я помогал делать его цикл Парижские тайны Евгения Санчев-Тушенко Царство тоже ему небесное Он был просто одержим Идеей создания антологии Большой антологии русской поэзии Он вообще совершенно вел сумасшедший ритм жизни И наряду с тем, что он бесперерывно писал стихи Он все время занимался, вот, отыскал каких-то забытых поэтов Составлял антологию, то есть собрание произведений русских поэтов От 18 века до, там, сегодняшних дней И из этого дома Цветаева, там, никакого контроля за мной не было Я просто приносил ему на студию, на Зубовский, там, бульвар Значит, какие-то книги поэтов Елагина, Георгия Иванова, Адоевцева, Цветаева, ну, и так далее, и так далее Вот, и все это, конечно, он же тоже там где-то там выражал мне благодарность Где-то что-то Ну, и плюс к этому просто Когда ты приходишь и приносишь сделанные тобой книги К сожалению, я-то, вот, как бы все отдавал Я не коллекционер, и у меня и в голове не было, что если мне дают, там, какой-нибудь, там, эскиз Репина И просят передать в русский музей, у меня и в голове не было, что это, там, что ты с ним можешь сделать Но люди-то разные бывают К сожалению, вот, пользуясь доверчивостью, может быть, этих людей Которые, казалось бы, прошли нищету, изгнание, Вторую мировую войну А все равно, вот, они так верили в эту Россию, что она вернется Каждый же тост, там, 30-40 лет подряд, их родители пока были живы Потом они сами же детям и внукам Первый тост был за то, чтобы следующий Новый год встретить в России Как они верили, вот, как-то искренне совершенно Я вам хочу сказать, что вообще русская культура за границей теперешней России огромная тема Ну, а Рига – это просто огромный центр русской культуры Ну, что вы тут, сколько было поэтов, писателей, русский театр Сколько жило здесь людей, выходили беспрерывно газеты на русском, журналы на русском, да Был такой, я думаю, многие его слушатели знают, совершенно поразительный человек Юрий Иванович Абызов, председатель Латвийского общества русской культуры У него там целые указатели, русская печать в Риге Значит, история русской в Риге от Лифлендии до Латвии и так далее, и так далее То есть, вот, я хочу сказать, что это, конечно, было время, вот, время перестройки И еще, конечно, это была огромная вера в Горбачева, который вдруг вот сломал эту советскую костную систему, гласность Ну, и в наше время, вот сейчас я работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына И мы накануне огромного события, через несколько дней у нас в присутствии руководителей государства Открывается первый в России государственный музей русского зарубежья Там же у нас на Таганской площади, во дворе построено здание Вот, и это такой, знаете, современный музей, он интерактивный, там много каких-то игровых моментов, да Но, вы понимаете, он представляет вот эту вот огромную махину Вот вы идете, и там стенды, фильмы, такие переворачивающиеся карты, макеты церквей, макеты памятников, макеты каких-то русских гимназий Которые где-то были в Южной Америке, в Африке, в Конго, в Северной Америке, там, не знаю, в Антарктиде только, по-моему Везде вот эти миллионы русских изгнанников после Первой и Второй мировой войны Понимаете, они все-таки стремились оставаться русскими и нести русскую культуру И, конечно, русские, прежде всего, это здесь имеется языковой культурный принцип, да Чли свои традиции И вот у нас открывается первый музей И, ты знаешь, мы собрали больше полумиллиона даров со всего мира Да, я сам на себе, вот, я вот, например, привозил там целые библиотеки, архивы И вот, например, последние дары, да, князь Андрей Голицын, бывший председатель Московского дворянского собрания Но он не иммигрант, он, значит, жил в России, отец его сидел, естественно, с такой фамилией Сам он уже, слава богу, в Хрущевское время этого избежал Просто вот он подарил нам орден почетного легиона, который Деголь за участие в сопротивлении Вручил княгине Зинаиде Шаховской Представляешь, какая ценность? Губернатором в Харькове Там такие интересные вещи То есть, очень-очень много всего Например, великая певица была, конечно, все знают, исполнительная реца романцев Алла Николаевна Баянова Вот ее ангел-хранитель Наташа Должикова Передала там гитару, с которой она приехала из Румынии И ее концертный костюм Тоже, конечно, это великая исполнительница, которая пела еще с Вертинским И так далее, и так далее То есть, очень большая такая коллекция Большая коллекция у нас, большой музей Ну и плюс к этому все время семинары, конференции Какие-то вот залы мы с удовольствием предоставляем К нам людям из самых разных республик бывшего СССР И там со всего мира Если они хотят показать какие-то свои театральные постановки Там еще что-то вот связанное с этим То есть, понимаешь, вот интересная такая вещь, да? Казалось бы, ну ладно, перестройка, они поверили в Горбачева, да? Но сейчас, когда, кажется, куплено и продано все, что только можно, да? Нет, люди дарят картины Вот такое было, царство небес, недавно умер Андрей Львович Сметанкин Врач в Париже Представляешь, он взял и подарил нам несколько картин Малявина Он только поставил одно условие, чтобы это Он мог продать там за 3 миллиона их, да? Ну или там за 2,5 на Сотби, на Кристе Нет, он хотел Но только единственное, он поставил условие, чтобы это было вот Не просто в хранении, а вот, значит Выставлено где-то, да? Выставлено, и мы там переместили стены, сделали зал Он потрясен на этим, народ все время ходит смотреть Я, например, сейчас вот в субботу Я как куратор просто открываю выставку Посвященную, что называется, посвященную картин Великой художницы Зинаиды Серебряковой Художница, ставшей символом русского искусства 20 века Многие помнят ее картина Это свежесть, прелесть, вот перед зеркалом Дети ее, обнаженные эти, девушки крестьянские в бане Вот эта свежесть, которая бьет Ее картина стоит сумасшедшие деньги Вот наследники ее сестры Бесплатно нам предоставили, значит, на выставку И потом, ну вот, месяц у нас она будет То есть, вот просто такие какие-то примеры Был такой поэт Владимир Смоленский Он умер в Париже в 61-м, по-моему, году Человек был совершенно... Все, кто его видел, писали о поразительной его красоте Знаете, как у нас в свое время были интервью с молодым Филиппом Киркоровым И все писали, боже мой, я такого красивого человека никогда не видел Совершенно искренне, потому что он там просто молодой Там все падали, глядя на него, да Вот Смоленский тоже, судя по всему, был какой-то совершенно невероятный красотчак Но он писал стихи И вот там было «Недаром сквозь страхи земные, уже безысходной тоске Я сильную руку России держу в своей слабой руке» Что для него была эта сила вера И вот это вот культурное наследие, да Как говорил Ходосевич Блаженство пушкинских стихов Но ведь складывается парадоксальная ситуация С одной стороны, вот сейчас, вот это отношение власти к русской эмиграции Потому что, мне кажется, есть элементы шизофрении Потому что, с одной стороны, современная Россия наследует, ну, все-таки, Советской империи Но в то же время пытается оглядываться на Российскую империю Ну, как и вот этот момент Красные или белые являются героями, на которых нужно работать Я тут никакой шизофрении не вижу Потому что, ну, люди разные И трудно вот ожидать, чтобы все единым строим Ну, то есть, как у Волошина Да, 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 да Ну, сейчас, слава Богу, молиться не надо Понимаете, я вообще-то считаю, что вот, когда говорят о примирении Я никогда этого не понимал Я помню, меня позвали на радио И там был какой-то помощник Зюганова или какой-то член СК КПРФ Ну, хоть кол на голове тишин, а вот было надо Сталину А у меня у самого где-то там был репрессированный Но, знаете, зато у нас был Днепрогест И что это все на костях, там, это его совершенно неинтересно И, ну, я подумал, ну, уверен он в этом, мы уверены Просто, чтобы это каждый думает, как он хочет Поэтому, конечно, трудно ждать, чтобы все единым строем шли за белых или за красных Но это естественно, что ищут какие-то нравственные ориентиры Когда все-таки для большинства людей они были утеряны, вот, перестройки Когда вот так вот просто взяли, выбросили все это, все это то, что было Это же была, в общем, для многих людей огромная трагедия Ну, ладно, там Сталин, ну, вот, люди же думали, что это социализм Какой-то построенный человеческим лицом, да, мы все Скали все Нет, ну, и сама вера в том, что, возможно, построение какого-то общества справедливости Где человек человеку брат То есть, мне кажется, просто перечеркнуть это и сказать Нет, все-таки человек человеку волк Это как-то, ну, антигуманно Вот, но я хочу сказать, что, тем не менее Тем не менее, мне кажется, что Я не знаю, я вот не вижу каких-то таких вот, когда говорят, что там у нас Всеобщество за Сталина Да, другие уже интересы у молодежи и у всех, понимаете Но, что я совершенно уверен, что, конечно, вот, когда открывали памятник Солженицыну И Наталья Дмитриевна сказала, что сначала надо все понять А только потом прощать Ну, смысл был такой Сначала надо все знать, да Естественно, да Потому что, когда, например, говорят о Беломоро-Балтийском канале Значит, какая была... Я где-то слышал Какой-то человек, захлебываясь, говорил Какая-то была великая стройка, возможно, очертить это время А я вспомнил рассказ медсестры, которая там была Что как там... Они не успевали к какой-то дате, которую поставил товарищ Сталин И просто сгоняли людей из окрестных деревень И утром подбирали замерзших этих мальчишек светловолосых Архангельских, так там, пачками, да Стоил этот Беломоро-Балтийский канал такого или нет Вот Но вообще, конечно, это все и фигура Солженицына, которая до сих пор вызывает Противоречивая, абсолютно Огромную ненависть, причем несут люди неизвестно что Вы знаете, то есть просто вот Какой-то там литературный власовец, еще чего-то То какой-то человек мне с пеной рта доказывал, что он специально писал плохо о Сталине В конце войны письме другу Чтобы, значит, его посадили, чтобы он не погиб в конце войны Я говорю, да, но слушайте, в такой рулеткой вы же его и расстрелять-то могли вообще-то за это дело Или другой доказывал, что он всю войну прошел портрет Троцкого Говорю, ну вот вы понимаете, какой-нибудь особый отдел был вообще, наверное, в этой части Как мог советский офицер иметь Но люди черти чего несут Я, кстати, вы знаете, я чем дальше, тем больше я, конечно, преклоняюсь перед этой гигантской фигурой Вот сейчас смотришь его публицистику Когда он 40 лет назад писал о том, как опасен распад СССР И писал о том, что это может долбануть по-русским, которые живут в других республиках Вот это все-таки, это же никому в голову не приходило Да, у него это было И он, конечно, ну, тоже там, может, какие-то вещи Я, например, ну, не то что мелочи Я, например, ну, я просто, я не понимаю его Как он, когда он оценивает песни Галича или стихи Бродского Мне кажется, он просто что-то в них не услышал, да С другой стороны, я был очень рад, когда вот мне Наталья Дмитриевна Солженицына рассказала, что дети ему приносили записи Высоцкого Он с удовольствием слушал там очень Хотя он любил там Моцарта, Баха Я, кстати, разговаривал с ним, я много помогал ему в работе Ну, как бы вот меня просили просто там цитату, какую-то то-сё Но однажды я с ним разговаривал И меня очень интересовал вопрос Вы знаете, вот Шарату ещё его показывает, что он выдвинул Набокова на Нобелевскую премию Казалось бы, Набоков, англоман, барин Да, абсолютно не похожий Да, а этот, значит, у нас, ну, почвенник, так грубо говоря, да И тем не менее, он его выдвинул И я его спросил, а почему? Он говорит, конечно, говорит, холодная проза Но, говорит, писатель-то небывалый Да, то есть, он поднялся над этим А потом ещё он рассказал, как он приехал в Швейцарию Вот это вот знаменитое, да Вот я просто объясню нашим слушателям, что до сих пор спорят до хрипоты Что случилось? Почему два великих русских писателя не встретят? Хотя была, вроде бы, встреча назначена Почему она не состояла в совершенной знакомстве? Я тебе хочу рассказать то, что мне сказал сам Александр Сеевич Естественно, мне было неудобно держать никаких микрофонов Но я вот, в принципе, вот я тебе хочу рассказать, что он мне рассказал Он говорит, что мне с ним очень надо было поговорить Я говорю, спрашиваю И он так, знаете, вот, серьёзно-косновательно Он вот, вот, любой, какие-то сумасшедшие навешались на него Я видел Он с каждым очень серьёзно, чётко говорил До ночи отвечал на все письма, которые ему шли сам В общем, очень Вот, и он говорит, ну, вы знаете, я, конечно Говорит, мне надо было с ним поговорить Я так, о чём? Он говорит, ну, как о чём? О феврале Тут до меня дошло, что отец Набокова уже был одним из лидеров кадетов Вот, и говорит, а когда я приехал, я ему позвонил Он говорит, да-да, Александр Сеевич Приезжайте, значит, в отель Монтрёта В ресторане, я буду вас ждать Мы, говорит, с Наташей, но с Натальей мы-то не приехали А его не было Так и не пришёл То есть, говорит, если бы это был какой-либо другой человек Я бы, говорит, забыл о нём в ту же секунду Ну, вот, и мне понравилась такая интанция Но мне надо было, надо Для дела, для поиска Надо было с ним поговорить И я, говорит, позвонил ему чёрт Ой, Александр Саевич, извините Значит, что-то не понял Давайте вот такая есть вилла Значит, я её сниму гостевая Там, жёны погуляют А мы с вами пообщаемся вечер-ночь Там, поговорим обо всём Мы приезжаем, вилла снята Стол накрыт, его нет Потом, значит, мне говорили Что он, вроде там Они просто не поняли Где, где чего было И Набоков ждал В каком-то другом ресторане Там, или что-то ещё Мобильных вроде не было Но я, как понял Вот из своего просто Вот я тебе рассказал то, что я слышал Это было там 20 или 25 лет назад Но, тем не менее, я помню это очень хорошо Вот И он, по-моему, был уверен в том, что Набоков почему-то испугался этой встречи Вот эта вот стихийная, мощная Вот эта Такая Сила её Сила, да Кто-то знает Может были какие-то Какие-то другие Другие причины Я не знаю Кто ещё вот запомнился Может быть, из тех, кто приходил В Как раз таки в архивы Кто пользовался Вот Ну, из известных людей Может быть Ну, ещё какие-то встречи Нет, но встреч-то было миллион Я уже рассказывал У Рязанов Там Юрский, может быть Юрский, да Юрский, значит У нас есть кинофестиваль Русское зарубежье Которым руководит мой друг Замечательный кинорежиссёр Сергей Зайцев Очень всем советую посмотреть его фильм «Погибли за Францию» Русском экспедиционном корпусе Воевавшем во Франции в годы Первой мировой войны Вот И Там вручается медаль Михаила Чехова Племянника великого писателя Великого русского актёра Вот тоже, кстати, не все знают Что у него учились Мерлин Монро Энтони Куин Гарри Пек Джонни Депп до сих пор Сам создал какую-то актёрскую школу По системе Михаила Чехова Он был гениальный актёр, режиссёр И он в Голливуде основал школу актёрского мастерства И Мерлин Монро, которая тогда там висела На миллионах, знаешь, плакатах и всё Она к нему прилежно приходила и училась И она его считала своим учителем Там и все Вот И вот у нас медаль Михаила Чехова Мы вручали разным людям И вручали Юрскому И он, помню, отдал какую-то рукопись книги О Михаиле Чехове, который он и Думал, что вот прям сразу её так переведут Ну, рукопись мы взяли на хранение Но как-то Не только переведут, но и издадут У нас своё издательство «Русский путь» И много книг мы издаём именно связанных Значит, с русским зарубежем Вот И он так, я его встретил Я помню, на почте на Арбате Он жил, вот, мне очень повезло Я живу на Севцевражке Параллельно Арбату Рядом с местом, где жил наш с Олегом учитель Гениальный Гениальный был Историк, краевед Сигур Тотич Шмидт Ну, вообще, великий педагог, просветитель Ну, всё, в общем, великий интеллигент Вот И там почта, значит И сидит Сергей Юрьевич А его народ узнал И какая-то женщина И мужчина говорит Сергей Юрьевич, да вы проходите А там по талону Нет, он ждёт, я к нему подсел И оттуда он говорит Ну, как, вы издали книгу Там прошло всего несколько месяцев Ваш дом Я говорю, да нет, Сергей Юрьевич Как так? Почему? Вот Но, вы знаете, я несколько раз К нему заходил Дарил книги поэтов Эмиграции, которые делал И В общем И иногда с ним даже Вот пару раз там Он любил утренние прогулки Когда я его встречал Он даже один раз сам меня окликнул Виктор говорит Здравствуйте Я-то как-то боялся его окликать Он там человек в своих мыслях Может, он любил гулять По этим арбатским переулкам Вот И Читал ему стихи Вот Туроверова, Смоленского С большим интересом Большим интересом Он всё это слушал У него, вы знаете Вот Невзирая на такой образ Такого актёра Который мог любые Сыграть роль От Остапа Бендера До этого, значит Доктора вместо встречи Изменить нельзя В нём какая-то шла такая Вот я думаю Ты с этим согласишься Он же был у вас в эфире Какая-то внутренняя работа Он не говорил фразы просто так Он чест садится там Кран открывает Бжик там А-а-а-а Вот Нет Он совершенно Он очень Продумывал свой Он говорил очень как бы веско Он думал над тем Что он говорит Он был настоящий, конечно Интеллектуальный А как стихи читал Пушкина Бесы Это фантастика Бродского Бродского, да Но Пушкин вот меня даже Ты знаешь Вот казалось бы бесы Буря Мглой не укроет Но ты знаешь Как он их прочёл просто Это какие-то новые Пушкинские бездны Он открыл Слушай, а может вернёмся ещё К одной моей песне Мне так охота Чтобы вы послышали Конечно, да Тем более, что просто На самом деле нам нужно Уже заканчивать нашу встречу Я думаю, что мы как раз Закончим её этой песней Потому что нужно не успеть Успеть Нужно успеть, да Нужно успеть добежать До канадской границы До канадской границы Спасибо вам огромное Спасибо Я очень люблю Ригу И Рижан И с огромным удовольствием Рад, если хоть кому-то Было интересен Наш разговор Солнце на днице Там, где нища Русский погост На какат Крест над могилой Юденича Если б был взят Петроград Ах, как сияло бы Солнце Светил Победа была лик Если б Не финес с эстонцами Если б Не подлость Не интриг Вороны Видно накликали Ады саду Наяву Если б Солдаты Деникину Строем Вошли бы В Москву Может Тоскую Острожную Жить было бы Нам не с руки Если б Помазанник Божий наш Двинул В столицу Пауки Да чтобы Было им Пустота Тем, кто На кровь Был готов Ах, нетерпение Русское До сотрясания Снов Жили бы Наверное С песнями Правил бы Царь Или Колчат Если бы Если бы Если бы Если бы Все вышло Не так Солнце Над Ницей Там День Ищет Русский Погост На Какат Крест Над Могилой Юдинича Если Б Б Б Взят Петроград Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова